давайте сначала сделаем вот что перед тем как я начну уже сразу работать на бутылочки оформлять бутылочку изначально я хочу сделать заготовочку заготовку потому что не всегда есть не всегда побывает такое желание чтобы сделать допустим ну хочется свою заготовку правильно друзья для этого есть очень тоже также простой способ также из массы дмитрия руденского мы сегодня сделаем заготовочку показывать как замешивать я не буду потому что я периодически показывал замесы только расскажу пару слов друзья рецепт таков здесь всего два компонента финишная шпатлевка обязательно финишная шпатлевка на основе гипса это очень важно и столярный клей pva это за это консистенция классический рецепт эта консистенция больше больше всего подходит для заготовок чтобы вы сделали заготовку своими руками почему именно финишная потому что финишная шпатлевка имеет очень мелкую фракцию и смешиваясь с клеем она дает определенное время жизни примеру от 40 минут и заканчивая 3 часов это если на гипсовой основе но есть и полимерные шпатлевки на смешивая тот же самый клей столярный с полимерной шпатлевкой вы получите принципе ту же самую массу но жизнь этой массы будет длиться очень долго примеру вы ее можете хранить в холодильнике неделю месяц полгода где-то так да да юля и хранила и полгода и получалось дальше мы и потом подмешивали с гипсовой шпатлевкой и получалась очень хорошая консистенция но по крайней мере замешивая с полимерной срок службы жизни массы очень длительный но с полимерной надо замешивать либо и очень плотно очень плотно и какое-то время все таки выжидать на сегодня мы будем работать с гипсовой шпатлевкой у меня турецкая гипсовая шпатлевка лакро мебельный клей пва столярный и с этим клеем замешивая очень плотненько я сейчас покажу консистенцию она очень плотно это шпатлевочка потому что из плотной и лепить очень удобно если она будет мягкая с мягкой будет сложновато лепить но обязательно критерии давайте перед работой напомню что это финишная шпатлевка на основе гипса вы можете любую исходя зайди зайти ваш магазин посмотреть именно финишную заготовки могут быть разные вы можете брать любой диаметр примеру вы можете взять такую баночку если вам понравился диаметр баночки он такой крупненький и широкий довольно таки и благодаря этой баночке можно сделать заготовочку можно заготовочку сделать и из бутылочки но рекомендую если делать из бутылки вот у нас есть бутылочка как раз на заготовочку она видите прямая не нет никаких зацепов не выемок вот потому что можно взять и цилиндр такой сделать заготовку что очень хорошо перемешаем масс замешали массу плотненько финишная шпатлевка на основе гипса столярный клей пва прям плотненько замешиваете чтобы она у вас держала форму и с такой консистенции как сейчас наверняка уже многие видели как как проверяется чуть-чуть вот так вот кусочек отминаем наверх подвешиваем если она не сильно не растягивается значит все хорошо теперь подготавливаем немножечко массу чтобы массу подготовить для нашей заготовочки нам нужно ее немножечко подразмять я сейчас паночку в сторону то есть еще немножечко и и память чтобы все вся консистенция клей и шпатлевка не хорошенечко смешались и масса была эластичная мягкая и с ее можно было бы сделать интересную форму немножечко под размер замечательно далее я кладу в пакетик пусть она ждет своей участи и сейчас я покажу что мы будем делать друзья это заготовочка это заготовочка которая у нас будет сейчас которую будем делать юля сейчас показать что там внутри или нет или потом нет нет я я покажу потом да я потом покажу что там друзья это заготовочка до которой буду делать и так во вторых чтобы сделать идеальную красивую аккуратненькую заготовочку прям вкусненькую чтобы на ней не было всяких таких вмятинок вот что мы делаем я буду показывать на примере бутылочки вы можете брать другие заготовки более широкого диаметра более вну округлым не я на примере бутылочки баночки то есть это одно и то же просто здесь диаметр другой смотрите масса клеится на все и на стекло сразу и можно приклеить потом не отодрать и на пластик можно приклеить и на металл на что угодно масса клеится но чтобы она не приклеилась для этого нам нужно подготовить листочки это а 4 формат бумаги здесь их семь штучек почему именно 7 потому что масса при застывании дает маленькую небольшую усадку если я возьму бутылочку ну к примеру я хочу сделать форму на бутылочки возьму пищевую пленку обверну бутылочку и начну на ней сразу массу обворачивать у меня масса может дать усадку то есть она уплотнит бутылку и чтобы вытащить потом форму ну придется конечно постараться у кого получится у кого не получится либо это сразу вытащить а масса может быть мягкая поэтому форму может потерять а мы же хотим сделать красивую хорошую форму чтобы она не обмекала не падала поэтому заранее я подготовил бумагу здесь а четвертый формат альбомные листья именно 7 штучек 7 хорошее число мне понравилось как раз имеет определенную толщину здесь утолщение миллиметра 2 и как раз таки эти два миллиметра я буду использовать потому что я точно знаю что масса на 1 миллиметр может дать усадку и чтобы не было никаких неприятных моментов мы сделаем все красиво смотрите очень удобно именно на бутылочки если вы делаете баночку то ориентируйтесь примеру баночку можно также бумагой закрыть здесь видите немножечко не хватает можно немножко по длине что-то сделать здесь еще взять обмотать больше пленочкой потом вернее одной частью бумаги с одной стороны да потом с другой стороны так вот перекрыть то есть набрать определенную толщину хотя бы пару миллиметров чтобы у вас пару миллиметров утолщение было чтобы у вас ровно и такая цилиндрическая была стена с которой можно будет потом снять массу что очень удобно и так это с любой поверхностью из баночки из таких баночек и со стеклянных из бутылок со всего поэтому я подготовил листики 7 листиков а4 формат я сейчас обвернул хорошенько прям хорошенько так обворачиваю скотч берем бумажный скотч дима справится сделаем здесь фиксацию знаешь как сколько приходилось самому работать отращивать себе дополнительные руки и так смотрите бутылочка она ходит здесь то есть спокойненько потом можно будет достать бутылку все все достаточно хорошо и еще плотненько бумага прилегает бутылочки и теперь массу сразу на бумагу клеить не стоит потому что масса приклеится к бумаге потом вот это все выковыривать доставать будет очень неудобно и не очень красиво будет внутри поэтому у нас есть в помощь пищевая пленочка с пищевой пленочкой единственное помоги достать я нашел я это говорю чтобы ты не заскучал и так пищевую пленочку и теперь нужно будет обвернуть бумажку нашу такую подложку сейчас я сюда заправлю и теперь плотненько плотненько обворачиваем друзья так готовится любая заготовочка если вы хотите сделать ее идеальной вкусненькой красивый фольгой можно фольгой можно фольгой но фольгу потом вам также придется потом а кстати можно фольгой ну она внутри даст некую фактуру у нас здесь нет никакой фольги принеси фольгу фольгу пожалуйста обворачиваю плотненько чтобы без каких-либо складочек было как видите все хорошо сейчас я лишнее уберу этого будет вполне достаточно все подготовили нашу плоскость для того чтобы сделать заготовочку здесь так пусть так и будет теперь все таки наверное нужно показать заготовку чтобы вы понимали что именно делаем хотя нет я свое временно буду все показывать нет 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 все все хорошо спасибо обвернули хорошенько здесь смотрите все около дна бумажечка бутылочка теперь на бутылочки вот эта бумага имеет благодаря вот этой бумаге имеет свою толщину 2 миллиметра этого будет достаточно для того чтобы вам потом снять эту заготовку бутылочку отставляем в сторону достаем массу теперь важный такой момент очень важный нашел я нашел я здесь только все фунт заготовил он подготовил что много всего и вот что я хотел достать друзья очень удобный очень способ для того чтобы сделать хорошо аккуратненько поставить склеить заготовочку смотрите у меня это такой коврик не полиэтиленовый да такой целлофановый плотный пловный плотный коврик тоже пластиковая на пластиковая обратите внимание клееночка такая плотненькая она очень плотная и такая клееночка очень подходит нам помощь для работы это тоже самое клееночка она плотная толстая такая здесь где-то может быть один миллиметр где-то так вот она тоже очень плотная используйте только глянцевую чтобы она не была матовая если матовая будет то масса может к ней приклеиться то есть вот это матовая на ней мы не будем делать ну что к ней масса приклеится это глянцевая с глянцевая мы очень хорошо снимем можно использовать конечно и файлики но файлики чем небольшой минус файлик он тоненький сам по себе если делает там на файликах поэтому лучше всего что-то поплотнее и другой момент у меня сейчас здесь вырезана на а 4 формат потому что если на прикрыть прикрыть обвернуть такой клееночка бутылочку она все все сразу обворачиваем вот а 4 вообще идеально если у вас чуть больше диаметр у вашего круга конечно там чуть чуть больше клееночку чтобы вы могли на нее потом положить массу одним пластом далее что мы делаем я сейчас достаю массу достану массу я взял от да я взял а4 альбомный листик положил на пластиковую поверхность и вырезал просто вырезал себе определенную длину если у вас что-то больше диаметром конечно можно и ручками не использовать тот способ который я показываю но он будет просто очень чистый гладкий идеальный просто да но только главное чтобы было глянцевая поверхность что-нибудь такое там пластиковое хорошо гнущиеся любых размеров вырезали померили что будет облегать примеру такую баночку для чая что-нибудь по длине и все померили отрезали если нет но только ручками ну тогда у вас может просто вмятинки остаться ну как бы вмятинки это тоже не страшно потому что мятинки можно обыграть красиво и так я достаю массу что мне сейчас нужно сделать мне сейчас необходимо сделать пласт примерно размером на а4 чтобы он у меня по крайней мере был на 4 формат толщину пласта будете определять сами зависимости от того сколько вы намешаете массу если вы хотите чтобы у вас утолщение ваши заготовки примеру было 5 миллиметров значит раскатывайте на 5 миллиметров если хотите чтобы потолще было примеру там на 8 миллиметров значит раскатывайте на 8 миллиметров проще всего это делать если у вас есть какие-то направляющие то есть какие-нибудь и речки вы поставите выкладывайте массу выкладывать какие-нибудь речки можно даже фанерка здесь фанера она у нас десятка по моему 10 10 миллиметров вы к примеру ставите раз фанеру 2 фанеру между ними массу и раскатываете уже чистого папа папа фанере чтобы она у вас как раз будет выкладываться не направляющие если хотите чуть поменьше сделать делайте направляющие определенной толщины к примеру там 5 миллиметров какие-нибудь линеечки подставили и выкатываете выкатываете пока у вас скалка не достигнет высоты этих линеечек и вы уже тогда тогда добьетесь определенной толщины вашего пласта я же буду раскатывать на глаз показывать просто пример папа я думаю насчет утолщения все понятно да как сделать утолщение заданного вам для вас до толщину пласта изначально я примерно смотрю на какой размер мне нужно будет раскатать массу я это буду делать на глаз просто линии отмечу для себя пласт и теперь я вы сейчас раскатаю первую очередь я сначала ручками немножко распределил этот кусок массы немножечко растягивая на счет таких разрывов что сейчас как такая фактурка появляется насчет этого не беспокойтесь это все нормально даже имея такую фактурку будет очень классно смотреться на плоскости ну по крайней мере скалочка все разгладит и сделает вашу плоскость ровный это можно делать на файлике это можно делать на глянцевые какой-нибудь подложки я где это делаю на деревяшки только не забывать постоянно хотя бы немножко подрывать или поднимать потому что к фанере если она тем более не шлифованная она может подлипнуть сейчас я раскатываю определенную толщину ну я так предполагаю примерно где-то на миллиметров 5 раскатать такой пластик толщину здесь же чем больше кусок массы тем больше вы сможете раскатать там ширину высоту да и и в длину но по крайней мере я смотрю чтобы у меня в длину сейчас совпало я не буду сейчас слишком большую раскатывать здесь также вы будете контролировать сами высоту вашей заготовки меру я хочу чтобы у меня заготовочка была чтобы она мне было 15 сантиметров примеру я хочу высоту 15 сантиметров заготовочку и мне теперь нужно ее раскатать именно 15 сантиметров я все выравниваю скалочкой примерно ориентируясь чтобы у меня на 5 миллиметров было утолщение массы готовы хотя вот здесь сейчас посмотрю мне не хватает да здесь вот эта часть и чуть-чуть не хватает поэтому я сейчас ее раскатаю добавлю да не забываю приподнимать чтобы у меня она не прилипла к фанере есть такой интересный момент если делать заготовку под имитацию дерева то можно делать такие небольшие вставочки не будут интересные я сейчас отрезал кусочек и сюда смотрите прикладываю можно так приложить и так приложить немножко добрать это будет тоже очень хорошо и сейчас так разгладить так как масса свеженькая я ее замешивал за час до эфира потому что у меня масса живет три часа и я ее замешал более плотненько она мне полежала немножечко так вот смягчилась более мягкая стала когда вы знаете сколько времени живет ваша масса вы сможете проконтролировать время жизни и рассчитать этап работы с которым будете сейчас я ее быстренько переверну раз все перевернул теперь я отрежу ровную линию потому что я хочу чтобы у меня на заготовочки здесь была ровная грань чтобы здесь все было аккуратненько чтобы здесь все было прям так вкусненько поэтому я возьму линеечку и расчерчу отрежу здесь линию рекомендую резать острым макетным ножичком чтобы он у вас был свеженький если у вас здесь и какие-то будут там клей что-нибудь на этом лезвие то есть он может просарапываться тянуть массу а пока на свеженькое лезвие на новенькая вас будет резаться все очень довольно аккуратно чисто аккуратно спасибо теперь друзья я знаю что у меня идет длина диаметра то есть его под а4 то есть то что я сейчас себе вырезал я померяю давайте еще раз убедимся чтобы не попасть неловкое положение как раз кими это клеёночка видите она даже с запасом обворачивает запасом обворачивает бутылочку значит мне этой длины хватит спокойно я спокойно смогу вырезать себе эту длину я подставляю эту клеёночку это лишнее это тоже лишнее и теперь как вы помните да высоту высоту вашей заготовочки вы будете уже сами контролировать если вы хотите маленькую полосочку то есть как бы чашечку сделать она у вас конечно будет чуть меньше если вы хотите сделать к примеру полностью бутылочку то желательно бутылка имеет свою форму здесь она идет уже на закругление и примерно где вот к моменту где найдется закругление то есть вам нужна будет такая высота как раз таки это высота и является если это стандартная 0075 бутылочка да это бутылочка из-под вина то на а4 у вас спокойненько вот эта высота видите заходит вот можете под а4 прям раскатывать спокойно себе высоту вашей заготовочки и теперь важно чтобы здесь можно сделать здесь ровно можно не ровно можно потом вырезать по бутылочке вы будете сами смотреть какой рисуночек вверх вам сделать но низ я уже точно вырезал он у меня такой ровненький и теперь моя задача приклеить это все на бутылочку я кладу эту полиэтиленовую клеенку как она пластиковая я не знаю где юля и покупала коврик такой я покупала и сегодня я купила такой большой рулон смотрите я я переверну таким способом я сейчас возьму переверну чтобы сильно не формировать этот я сразу пласт видите он упал и теперь он у меня на ручках и когда я беру его в ручке я его не мну он меня мнется только на пласте вот что очень очень хорошо и теперь вазелином я ничего здесь не обмазал здесь не надо не клеем не вазелином ничего как раз таки на эту пищевую пленочку все хорошо у меня приклеится смотрите я кладу бутылочку так что вы понимали здесь как раз таки чтобы в зазор к этой ровной линию меня получился и улья так не вижу да 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 юлия все вижу да все все вижу я ориентируясь смотрите кладу бутылочку чтобы нам получить прям очень хорошую идеальную заготовочку делаем вот что теперь что остается я беру сюда так вот раз накладываю держу а теперь я знаю что у меня здесь эта часть лишнее где-то будет лишнее потому что я чуть-чуть запасом раскатал теперь чтобы понимать где мне обрезать лишний кусочек я возьму здесь и немножечко прижму где прям на стыке буквально чуть-чуть буквально чуть-чуть вот так вот проведу пальчиком и теперь когда я уберу эту часть я увижу сейчас я вам покажу поближе маленькую такую вмятинку сейчас вам должно быть видно видите да вот этот линия как раз таки это там где у нас будет стык ну зазор там где у нас вообще стыковаться будут эти части сейчас я по этой вмятинки просто срежу миллиметра миллиметр как раз таки мы померили да и прям хорошенечко здесь я немножечко украл ну я если чтоб подтянул растяну это я в пакет сразу откладываем все все у нас померено замерено и теперь прикладываю смотрю чтобы у меня эта часть она все было зазор с донышком здесь эта масса вот теперь можно взять клей я пока придерживаю эту стеночку здесь промажу клеем потому что я сейчас буду приклеивать теперь поднимаю елена эфир останется в записи потом пересмотрите при поднимаю смотрите я подкладываю и теперь у меня практически идеально практически идеально идеально я именно смотрите пластиковый такой с таким ковриком теперь я подправляю можно взять еще дополнительно дополнительно то что я хотел показать просто подраскатать немножко вот таким вот образом потом можно взять ручками чуть-чуть ее так подправить немножечко пальчиками все это поприжимать чтобы она склеилась но смотрите можно же получить идеальную заготовочку прям вообще очень бесшовную но здесь мы же делаем имитацию я вам дальше покажу почему мы так делаем красиво и аккуратно для того чтобы знаете получить такой шов нам этот шов очень важен потому что он будет являться классным украшением для нашей работы да пока еще еще никто не видел еще не знают девочки ребята мальчики что у нас в задумке и у нас что получается у нас получается идеально кругленькая прям хорошенькая очень и очень и очень классная заготовочка я еще немножко подкруглю то что она мне сейчас находит я ее в полиэтилене вот так вот кручу я не оставляю ни отпечатков пальцев не всяких там вмятин ничего и дополнительно можно взять вот юля как раз таки принесла до фольгу смотрите это у нас будет именно непосредственно ствол очень хорошо ирина если прямо разойдется это будет вообще еще лучше да друзья в нашем случае в вашем случае если будет расходиться это будет еще лучше потому что имитация будет еще более правдоподобный еще более реалистичней и чем больше какие-нибудь трещинок здесь будет наоборот вы получите от процесс работы и после того как вы сделаете эту работу огромное удовольствие есть фольга у меня немножко тонкая фольга но можно взять и какие-нибудь здесь помять немножечко сделать маленькую фактурку да она закроется какой-то частью коры где-то местами она закроется но по крайней мере где-то знаете как жучки там по погрызли где-то какие-то вмятинки остались да можно если что применить и так это на ваше усмотрение если хотите гладкую ничего не делайте а просто склеите обе обе половиночки и все после того как вы склеите рекомендую поставить просто поставили ее вертикально и и отставили ваша задача вы вы потом аккуратненько коврик снимаете да нет я сейчас пока сниму аккуратненько коврик снимаете и эту заготовочку которая сейчас находится перед вами да на экране передо мной эту заготовочку оставляете но еще один маленький такой момент так как мы будем делать сюрприз заготовку прям тайник такой у нас работа еще тайник рекомендую здесь по граням сделай какие-то такие неровности может быть зубчики может наоборот на склон может быть наверх на подъем какой нибудь сейчас я продемонстрирую я так на плоскость просто выложу и покажу примеру здесь можно вырезать какой-нибудь такой рисунок здесь тогда сделать примеру здесь вырезать вот такую часть так потом это мы делаем замок для нашей заготовки все-таки знаете этот мастер-класс он по большей части двухдневный вот но мы его с вами таким быстрым темпом а кстати я не хочу ручками переворачивать чтобы не оставлять отпечатки я лучше вот так перевернул здесь аккуратненько покручу примеру здесь можно набрать чуть-чуть на скос пустить здесь можно тоже так под углом немножечко приподнять можно конечно расставить его и прямо то есть не не переживайте там необязательно делать как я делаю вы спокойно можете прямо ровненько оставить и пусть будет и но желательно конечно небольшой рисунок какой-нибудь скользь там сделать чтобы у вас заготовочки потом сходились всегда в одном положении в один замок если вы сделаете идеально ровненько если вы будете делать по тому способу которую я то у вас вы не всегда попадете в нужное место но если вы будете делать чисто просто цилиндрическую такую заготовочку чтобы снять бутылочку потом и получить просто заготовку топ сделайте ровный край вы возьмете аккуратненько все ровненько вырежете себе в любую высоту можно даже такую полоску вырезать можно такую ну примеру я так я ставлю у меня получается вот верхняя первая часть смотрите здесь ровненько все очень хорошо здесь все очень хорошо и просто замечательно если же вы будете планировать делать такую какую-нибудь самостоятельную заготовку маленькую вот пример вы здесь что у нас по этой баночки в диск сайте клей вот но его не берите не рекомендую это я брал на пробу чтобы понимать как этот клей работает его покупал мира мерлен клей пва столярный написано но он ужасно из него делать заготовки хорошенькие конечно тяжеловато получится если вам нужно будет заготовочку прям небольшую как он сделать то вы возьмете здесь эту часть лишнего прижать и я думаю с этим понятно да потому что сейчас начинаю портить заготовку вырезать что не надо надо она мне нужна потом все равно вы также линеечка отмеряете обрезаете лишнее убираете ну пример у вас уже будет вот такая заготовочка вот такая заготовочка то есть маленькая что-то малярный скотч до получается так или просто мне это масса клей шпатлевки изначально замешивается один к двум но после этого вам в любом случае нужно будет замешивать до густой консистенции один к двум начинайте замешивать вечер две части шпатлевки одна часть клея а там уже будете по ситуации смотреть клей у всех разный шпатлевка у всех разная так ну к примеру я уже убрал эту часть к примеру когда вы сделаете такую штучку массу скрепите обвернете и она у вас будет лежать вам нужно будет она должна подсохнуть да она должна постоять чтобы вы не травмировали ее не надо можно конечно и сразу вытащить но по крайней мере вы можете ее по память лучше всего когда вы будете ее вытаскивать после то есть так как у нас здесь пищевая пленочка что я делал когда она у меня подсохла я чувствую пальчиком уже все она мне прям твердая лучше всего конечно на следующий день чтобы уже наверняка вот если вы делаете из гипсовой шпатлевки как я снимал чтобы всем было максимально понятно вот я шпатлевать клееночку освободил чтоб она до бутылочки мне не цеплялась я просто взял аккуратно а у меня она еще здесь мешает точно сейчас я ее здесь срежу на донышке что она будет мешать выхода бутылки и просто-напросто вытащил бутылку но это тогда когда она у вас застынет сейчас там не мягкая но сейчас может и гнуться то есть так ну как видите она еще мягкая да вы сушили вытащили ну по крайней мере можно немножечко и и еще там если хотите такую овальную можно прям сразу мягкую вытащили сделали овальную и почему бы и нет например вот тогда если хотите кругленькую закруглили все и ждете когда она у вас высохнет высохли высохла когда высохла далее берем это все снимаем но сейчас я не сниму потому что нам не мягкая а теперь нам необходимо будет сделать но вот примеру такое но нашего бревнышка раскатываем массу зачем мне просто это сейчас бутылка нужно будет ничего ничего искусство требует жертв далее берем маленький пласт мне нужно сделать но нужно будет сделать но он кстати я буду показывать одно на этом скотча пример вот наша уже заготовочка она уже появилась кстати пример хороший поэтому нам не нужно вот это уже массой юля уже все уже не нужно она нам сейчас нужно дальше в работу потому что многие и еще не понимает что мы делаем но по крайней мере это не эта работа этом будем сразу по месту клеить друзья выбираем также толщину наши такой затычки будет вверх а брюшка крышечки например у тоже 5 миллиметров будет вполне достаточно когда вы когда она вас станет уже а я уже лишь открыл смотрите это у нас вот эта заготовка которая изначально давайте я уже покажу да что у нас что у нас получается что что мы вообще готовим у меня же здесь она видите здесь и такой как футлярчик то есть мы снимаем бутылку сюда ее надеваем снимаем надеваем да то что я сейчас снимаю я сейчас показываю это то что мы делаем вот это у нас такой вот бутылочка она кстати на подарок будет я ее делаю сейчас на подарок но мне будет идти на подарок папа у папы день рождения 19 числа да вот так что это у нас будет подарок а смотрите теперь мне нужно сделать донышко это то донышко который будет здесь примеру вот ваша заготовочка она здесь дырявая здесь дырявая вам нужно сделать дно вы подставляете вашу заготовку она может быть длинная она может быть широкая неважно потому что у вас будет свой диаметр вашей заготовки я сейчас просто по заготовочки возьмете вырезаете здесь снимаете ненужную массу даже больше не за массу за то что была уже готовая заготовка дима сделанная она живут заготовка будет еще так у вас уже я здесь отрезал конечно может здесь поаккуратнее можно еще чуть-чуть я конечно сильно резану чуть-чуть пошире смотрите очень интересно сделать будет фактурку на зубочистка не зубочистка шпажка фактурку мы берем здесь рисуем и включи пожалуйста центральный да а чуть-чуть выдвини его в нет окно да так чтобы я понимал видимо что я показываю здесь нужно прорисовать знаете вот эти кольца так скальпелек принеси мне сколько ли он здесь деревяшкой рисовать очень неудобно потому что дерево всегда цепляет массу лучше всего получается рисовать металлическими инструментами в общем здесь вы можете прорисовать кольца внутри не снимается нет я сделал не съемную я сейчас покажу как сделать съемную ем ее можно делать и мне просто не стал делать съемную я решил чтобы бутылка не выкидывалась а футляр такой красивый в общем рисуем кольца друзья колечки аккуратненько здесь разрисовываем крутим вертим сколько жизни 20 далее можно здесь взять немножечко подрезать такие вот моменты где-то здесь учусь так разрезать здесь все к центру только не забывайте чтобы все рисуночки были к центру здесь такой рисунок где-то не до конца линию где-то сюда в центр провели сюда провели чтобы у вас получилось так как будто блин бренушка немножко раз девочки мальчики если у вас что-то прерывается с интернетом не переживайте запись будет запись будет у всех да да потом пересмотреть сейчас 222 человека и что мы делаем дальше когда у вас это гипсовая заготовочка вот она гипсовая заготовочка якобы представим это малярный скотч как будто гипсовая заготовочка промазываем клеем пва здесь по кругу ставим ее по центру слегка чуть-чуть прижимаем чуть-чуть по влево вправо на себя от себя покрутили слегка чуть-чуть прижали и после этого уже по на стеночкой вырезаем вырезаем дальше здесь у нас сейчас я покажу поближе очень важно показывать такие вот моменты конечно александр потом посмотрите здесь видите получается такое видно что вот эта площадка эту площадку вам нужно будет к массе взять здесь клеем чуть промазать и все это смазать можно пальчиком может какие-нибудь инструменте com все аккуратненько здесь сможете площадку чтобы она у вас у вас получится вот такая вот штучка здесь конечно потом уже замазать друзья если вдруг у вас какой-то шовчик все-таки появляется маленький шовчик берем шпатлевку либо разводим ее с водичкой стоит которую готовите массу либо берем готовую уже разведенную шпатлевку она такая как паста любую абсолютно шпатлевку и все эти стыки потом замазываем чтобы вам получить например вот такая будет заготовочка да ну меня она по диаметру скотча вы можете сделать шире вообще шире и еще такой момент очень интересный вы можете сделать полу заготовку очень интересно знаете когда снимают кору с дерева вот остаются такие они как как лодочкой примеру сейчас вам покажу закроешь да я просто смотрю дима в эфире достает у меня не было когда дима к эфиру готовился я смотрю вам очень много всего приготовил да так надо шью просто и цветочки не но вот и вот недавно проводила кору тоже на бутылочки но ты другим способом я забыл сказать друзья имитация коры лично я знаю 20 способов разных тот который я сегодня показываю называется ленивый способ его скульптора так называют ленивый способ это самый такой элементарный но так как видов коры очень много разных и видов создания коры то есть техники вообще создание очень много разных приемов второй прием который я сейчас буду показывать после ленивого способа он более такой творческий он длительный более творческий давать чуть посерьезнее конечно а ну я на коротенькое покажу что можно будет сделать тоже очень интересно будет смотреться к примеру заготовочку я раскатал здесь высоту сами выбирайте можно вообще длинную высокую сделать можно чуть чуть поуже да я на я просто на примере покажу что можно очень тоже красиво и сделать будет смотреться посуду и баночки вообще большой горшок взять большой кашпо именно кашпо сделать чуть-чуть там пошире чем шире тем конечно будет эффект не чему же не так будет эффектно смотреться пошире чем шире у вас диаметр будет тем будет эффект не смотреться друзья под более натуральный ствол это не знаю зачем я сейчас не буду на пластиковый коврик хотя давайте на пластиковый коврик чтобы уже было по феншую и у лишь любит все по феншую ну примеру я бумажка здесь поселена все плевел чтобы снять бутылки друзья на если на бутылку делаете сразу вы не снимите она у вас просто на просто с ума сойдет конструкция когда вы будете снимать лучше всего вот у нас есть идеально уже заготовка для того чтобы одену ли я ее интересно проверить она была заготовленная и еще садить не могу ничего у меня есть вот что есть старая тоже нет она выросла да нет это у меня заготовлены было ну ладно очень понятная нужно будет обвернуть обязательно пищевой пленкой да то что я делал вначале и после этого также все вернуть и сделать полу заготовку то есть взять ее поставить здесь срезать сейчас я вам покажу такой момент такой момент и оставить ее сушиться эту часть так до нас высохнет вы снимете вы также сможете сделать я сейчас сниму вы также сможете сделать верхнюю крышку верхнюю крышку нижнюю крышку ну и получить такую полу заготовочку вот обычно когда снимают кору кара когда с деревьев снимаешь ты можешь прямо снять такой пласт вот у старого уже такого дерева поэтому как вариант тоже можно использовать так точно александр ну и что мы получаем когда мы сделаем с вами такую заготовочку здесь я их заранее уже видите подготовил здесь сразу сделаю крышку необходимо будет сделать дно то есть нижнюю часть нижнюю если вы хотите ее снимать с бутылки то есть чтобы она вас полностью снималась сейчас внимательно слушайте тогда мы делаем бутылочку то есть полностью опять таки ставим обворачиваем ее на бумагу бумагу а потом полиэтиленом когда вы это сделаете давайте представим что я ее сейчас бумагой бумагу обвернул и полиэтиленом после того как вы это сделаете ставим бутылку так ставим сверху крышку она у вас сядет получим может ну здесь будет бумагой вернута но здесь уже слой вы уже не будете делать толстый потому что зазорчик обратите внимание он практически вообще такой слабенький мало зазорчика поэтому вот чуть-чуть завернули два примеру два альбомных листа и полиэтиленом обвернули чтобы вас просто вы смогли надеть верхнюю крышку как только в верхнюю крышку наденете нужно будет сделать вторую часть также подготовить если вы не собираетесь бутылку как у меня она у меня сразу здесь при я ее приклею она мне приклеена все она никуда не денется и будет наверно то есть то есть бутылка таки останется да можно сделать съемный я сейчас рассказываю как делать съемный если делать несъемный то сразу клеить и не надо ничего обворачивать если делать съемный то делаете обворачивать и бумагой потом полиэтиленом и дальше следуем то что еще буду показывать так это я отставляю бутылка как видите она мне вот туда уже входит далее раскатываем такой же пласт юля массу не помяла такой же пласт раскатываем что именно мне не надо я это сейчас сразу сниму мне не надо чтобы она я сниму ее это бутылка нужно следующая работа я же переживаю не переживаю не переживаю что там у нас в чате происходит также раскатываю пласт примерно 5 миллиметров ну можно примерно такой же как 1 можно представить что здесь поставил направляющий по направляющим сердечки сердечки это хорошо в общем примеру пласт ну я расскажу на деревянные раскатываете на раскатываете на таких на полиэтиленах потому что на деревяшках она прилипает к деревяшкам и тогда вы можете если что массу подорвать а когда вы будете раскатывать там примеру на файликах на чем-нибудь здесь все снимается с него очень хорошо с коврика поэтому на коврике вы взяли потом спокойно не травмируя массу чтобы не тянуть с коврика очень удобно вам будет ее снимать это единственный такой способ очень очень легкий внимательно смотрим я сильно не разрезаю чтобы коврик не поранить это юля скажет дима вот так и так как у меня получается в длину всего этого коврика с ясно сейчас также длину раскатаю чтобы уже соответствовать действительности диаметра нашей бутылочки он раскатаю покажу что мы дальше нужно будет сделать анастасия пишет у вас всегда очень так друзья и теперь что мне нужно сориентироваться так как у меня здесь я бутылочку и вставил вот она у меня в принципе упирается горлышком в дно теперь именно мне нужно понимать какая здесь максимальная высота ну я вижу что здесь этот разрез он идет на максимальную я должен сориентироваться значит где-то в этом месте но вы меряете здесь я все на глаз делаю вы померили что вас к примеру 15 сантиметров взяли здесь чуть-чуть конечно же запасом оставьте лучше подонышку потом срезать если что лишнее у вас чтобы вы если что оставили все равно запасом ну в любом случае это будет дно после чего также берем на край коврика эту массу можно ее так вот приподнять прям на край коврика подставить приложить следующий момент когда мы будем массы сюда прикладывать к этой части массы она может приклеиться чтобы она не приклеилась следующий момент очень важны эту часть нужно также спасти обвернуть обворачивается да лучше всего взять также пищевую пленочку я что делал я делал брал на маленькие части так вот подрывал выкладывал на самую грань сюда положил так спасал вот так можно положить можно придумать любой способ можно скотчем подлепить на скотчем он эта бумага все-таки она приклеится они могут приклеиться эти части склеится нам же надо чтобы они не склеились поэтому спасаем выкладываем торцы если право зеленить и клеют все равно она все равно приклеится даже на возле надо такой полиэтилен либо что-нибудь целлофановое да вот теперь вот теперь все вы теперь она мне полностью одета здесь торцы они у меня полностью накрыты полиэтиленом теперь не страшно давайте сверху сейчас буду показывать потому что будет не очень удобно лежа это нет не надо я беру сверху выставляю массу здесь можно сильно пакетом не спасать потому что друзья где-то если что-то будут какие-то вмятины юль 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 смотрите когда мы подставили я сейчас буду так показывать постараюсь видите получается шовчик нам нужно выставить всю эту стеночку примерно по шовчику то есть берем выкладываем и ставим на шов выложили дальше с подъемом идет взяли чуть-чуть переподняли опять выставили здесь сюда ее нужно чуть-чуть опустить выставить потом дальше с подъемом идет и таким образом выставляем нашу заготовку у нас здесь ступенька получается эту ступеньку можно здесь примять не бойтесь если она у вас эта часть не совсем так будет ровненько потому что она будет закрываться корой ее видно не будет то есть лишнее если прямо осталось можете срезать а эти части смазать в любом случае если что можно взять ее потом еще и так прокатать прокатали где-то убедили что она у вас по шовчику где-то взяли сняли можно пакет внутри вывернуть даже как это такой более быстрый способ накладывания если же вы хотите здесь смотрите я уже по донышку так как у меня запасом было я срезаю верхнюю часть все-таки на создание заготовки сколько времени уходит практически практически получается что марафон вебинар да он идет если мы делаем да какие-то такие небольшие работы то здесь еще пока и работу то собственно не сделали только заготовку подготовили да только разбираем но ничего это полезно очень потому что создание заготовок своими руками из массы дмитрия руденского это очень кстати такая полезная вещь так пакетики я снимаю с заготовочки здесь если хотите разгладить и если хотите смотрите где-то у нас здесь был шовчик друзья ну можно и так сделать вы да вы можно сделать вылепить сделать длинный цилиндр тогда вам нужно найти высоту бутылки я знаю я конечно же об этом думал ну тогда вам нужно найти высоту цилиндра во всю бутылку и по диаметру практически чтобы они были одинаковые тогда если вы найдете такую заготовку вылепить конечно будет еще проще потом разрезать безусловно ну это и так понятно так как заготовочка идет под определенную бутылочку а вдруг у вас вот такая там бутылочка кстати по такую бутылочку можно это все равно не хватило бы да все равно не хватило здесь надо определенную заготовку искать для этого случая а так только вот такой spot только такой способ больше никакой другой способ если вы будете приклеивать эту часть к бутылочке но здесь понятно когда она высохнет вы потом все вот эти части растекуете и снимите она у вас примет ровно такую же форму а если нет можно брать такими полосками если вы сразу будете к бутылке приклеивать здесь чтобы не раскатывать вот эти вот пласты не мучиться можно брать уже сразу такими пластами и прямо так заклеивать под стык к нашей верхней заготовки друзья конечно если вы нашли заготовку да можно и метровую конечно метровую потом там по частям поделить и сделать кучу заготовок это да но не у всех есть эти трубы и не все могут найти эти трубы я рассказываю это конечно не самый такой простой способ простой способ это найти трубу определенного диаметра и сразу по трубу раскатать друзья но у большинства нет такой возможности найти такую трубу вы что же понимаю должны понять ну и таким способом раз подмять и подкрутить потом из если не раскатывать то есть это такой более длинный потом всю бутылку так вот закрывать способом в общем я думаю с этим понятно заготовками всем понятно заготовками полиэтилен нашел делаете то что вам подходит и там уже экспериментируете и у вас будет возможность поэкспериментировать в конце урока я расскажу что в конце ждет какой будет тоже прекрасно да тубасом принципе подходит под диаметром бутылочки и в итоге друзья когда вы сделаете когда у вас застынуть части вы никогда не запутаетесь почему благодаря такой линии обязательно желательно сделать какой-нибудь разрез чтобы вы не запутались в какую часть ее потом поставить но супер идеально конечно делать не стоит потому что вы дальше увидите я покажу что получается так друзья понятно понятно значит приступаем следующему этапу потому что у нас уже глянь уже полтора часа и а к самому интересному сейчас сейчас уже начинаем подходить понятно что заготовочка здесь открывается сюда вставляется что касательно бутылочек ее просто можно будет потом наполнять и все вот что тоже очень удобно а не используя бутылочки потом можно просто эту повернуть оставить ну это эту снять куда-нибудь отставить оставить только такую заготовочку ну дальше я покажу что что можно потом замутить с ним так ну что друзья приступаем к первому способу называется способ ленивый такой способ я впервые с ним поработал когда делал имитацию в ресторане делаю гипсовую имитацию ресторане и вот первый способ тогда применил он очень быстро но по крайней мере с этим способом справиться абсолютно каждый теперь самое важное по поводу масса наверняка да уже многие кто работал с массой руденского тот знает что смешивая шпатлевку с клеем вы это это шпатлевка начинает застывать застывать и начинает крошиться это именно тот самый интересный момент в жизни шпатлевки потому что примеру чтобы сделать гладкую заготовку нам нужна шпатлевка мягкая но более-менее такая мягкая размятая хорошо прям вся хорошо перемешанная чтобы делать какие-то грубые формы нам нужна уже шпатлевка которая начинает рассыпаться рассыпчатая и что самое интересное попадая когда в шпатлевку попадает мусор крошки еще какие-то там более твердые тела то она начинает как бы раскрываться раскрашиваться да и еще такой момент это кара еще подходит этот способ прекрасно подойдет для тех кто использует гипсовую шпатлевку вообще любого качества она здесь самый интересный такой момент используя гипсовую шпатлевку более крупной фракции ну к примеру не финишная финишная это мелкая фракция а более крупный здесь я шпатлевку замешал уже не сатан турецкую а замешал к нау фуген фуген более крупной фракции и она такая грубоватая из грубоватой шпатлевки у вас будут получаться более более грубый более грубая кора потому что скоро сама по себе то есть такого самого самая распроста самая распространенная то что вы видели на улицах везде растет вот не какое-нибудь породистое дерево обычно и там очень много таких разрывов потертости поэтому масса нужна нам более такой грубой фракции она подойдет еще лучше можно конечно из супер финишный какой-нибудь но в этом случае нужно будет подождать когда у вас шпатлевка прям очень хорошо застынет начнет друзья смотрите когда шпатлевка уже такая густоватая становится знаете как когда она в таком моменте вам нужно запомнить когда начинает не тянуться ну не сильно тянутся рвется когда рвется шпатлевка тогда она оставляет вот такие рисунки но сейчас она еще пока не готова для того чтобы сделать рисунок потому что она еще мягкая одна шпатлевка разрывается она оставляет такие вот разрывы но эти разрывы можно конечно же искусственно сделать то есть взять ее раскрошить такие да нет не подсушить крошки сделать поделать такие крошки примеру насыпать поделать если у вас еще такая мягкая ну что подождать она у вас как раз будет перед тем моментом как застывать вот такая нас начнет такая немножко грубоватая именно в этот период шпатлевка начнет прям хорошо разрываться но сейчас она просто мягкая я сейчас другую шпатлевку просто еще раньше замешал она у меня чуть-чуть постояла подольше и стала такой грубоватый в этом случае когда вы смешиваете какой-нибудь мусор попадает мусор начинает разрывать мягкую массу и он не дает ей скомкаться более менее нормально вот плотно когда он не не будет когда он не будет давать нормально плотно скамкиваться вас масса будет выходить на такие разрывы расслоение сейчас она пока не дает именно ту самую нормальную расстройку потому что она еще не готова для того чтобы из нее начинать делать король но по крайней мере что-то уже почти вырисовывается вам нужно будет поэкспериментировать по своей массы понять время ее жизни у нас интересно камера с у них фокусируется есть не особо так сейчас очень много всего она видит и всего пусть рассмотреть можно . убрать жена за ничего убирать но сейчас фокусируется и заставим вот сейчас она еще пока мягковатая для того что получить более интересный рисунок она должна разрываться гипс когда я использовал работал с гипсом делал в сочи то же самое делали пласты гипсовые ждали когда они чуть-чуть вот подстынут начинает подставать и мы их разрывали то ли материалом шпателями ножами чуть-чуть вот под разрывали разламывали раскалывали вот получается ну примерно такая такая же история только из массы надо ждать когда на вас начнут застывать и чем больше у вас таких вот я знаю как ее сфокусировать будет понятно сейчас под другим освещение поставлю чем больше она у вас будет такая грубовато и тем интереснее у вас будет рисунок сейчас она пока еще мягковатое масло яси маслах масса сейчас я покажу из более грубоватой шпатлевки смотрите здесь она замешана ну я ее очень хорошо не за не перемешивал то есть она у меня как я только и замешал там еще шпатлевка где-то на рост и остались обратите внимание она имеет такую фактуру прям грубоватую очень грубоватая фактура она у меня не тянется вот чисто так вот ломается и именно такие переломы нам как раз таки нужны для того чтобы сделать кору на любой поверхности теперь очень важный момент делая на маленьких работах то есть на более узкого диаметра здесь чем чуть-чуть пошире будет кора тем она будет интереснее узкие эти маленькие разрывы там здесь понадобится больше работы для того чтобы оформить это все красиво грамотно вывести поэтому я слишком сильно узенький не буду делать я сделаю там чуть чуть пошире вы сейчас поймете беру массу можно вот такую покромсать где-то видеть она мне прям крошится разламывается но при этом она у меня мягковатая я ее не перемешал нами такого грубого ее под замешала на это грубовато раскатываю можно здесь колбасок мусора понакидать почему желательно мусора понакидать вот такого знаете крошки эти крошки будут не давать общему пласту нормально скатываться то есть плотно скатываться они будут скатываться немного с таким разрывом этот разрыв очень хорошо будет раскрываться пример сейчас вам покажу здесь я начинаю раскрывать и раскрываю раскрываю аккуратненько аккуратненько если масса будет мягковатая но сильно не не прижимайте чтобы не не оставить отпечатков так мы и раскрыли и она оставляет на такой рисунок такой рисунок на массе видите все вот эти колбаски которые сюда вкатывали раскатывали они все здесь остаются и вся вот эта шероховатость она тоже здесь остается аккуратненько все это раскрываем вот эти все части после чего берем бутылку это если вы будете приклеивать сразу на банку а вот кстати и нам юля сейчас нужно друзья если вы будете клеить это сразу на примеру на бутылку на банку важный момент что-то юля принесла непонятно юль не надо смотрите здесь я эту бутылочку она сейчас прогрунтована в черный желательно вот я на это буду показывать желательно бутылку загрунтовать взять акриловую красочку покрытие черным там коричневым полностью цвет для чего это делается если вы будете клеить на прозрачную тогда у вас с обратной стороны здесь там будут просветы у вас будет видна кора с другой стороны просвечиваться чтобы она не просвечивалась если вас это не пугает ну вообще желательно конечно ее покрывать чтобы бутылка не просвечивала вы покрывать ее полностью цвет берем акриловую краску полностью закрашиваем черные коричневые это это основные подложки чтобы там не просвечивался под бутылочкой свет не было света и покрываем ее далее по желанию можно покрыть лаком а можно ничего не делать и потом после друзья нет ну самой массы вы возьмете вот она вас мягковатая сюда просто вот так вот крошку не надо прям совсем высохшую вот эти вот покрошили чуть-чуть можно можно не крошить если у вас масса вот вот она уже практически будет застывать она у вас сама будет таким вот образом раскрываться разрываться да грубая масса быстрее застывает она вы с ней будет дольше быстрее будете работать нет клея для коры вообще друзья любой подойдет и я вам так скажу даже вот этот поганенький клей который дешевый поганенький клей столярный самый обычный простой он не дает эластичность и поэтому когда вы будете разрывать нам не нужен эластичный клей нам вообще не нужен эластичный клей эластичный он не будет у вас нормально разрываться вам нужен такой поганенький клей какой он самый дешевый и дешевая шпатлевка вы быстро замешали вот эту кашу взяли разорвали она разрываться будет очень красиво очень естественно и сфотографируем камеру почему-то не хочет нормально фокусироваться друзья можно и так делать как как удобно на самом деле делаю как делают профессионалы они делают лепят грунтуют а потом окрашивают ой нам очень много вина дарили у нас и стоит вино я боюсь что она пропадет я не знаю что я просто не знаю сколько вину как бы стоит сколько у нас уже года три вина стоят да мы съездим 3-4 года у нас уже много много вин стоит я и и пить как бы их и особо жалко и ну да мы просто берем клей обычный любой клей строительный такой который не жалко дешевый и делаем и так давайте мы приступим чтобы делать заготовку это может быть там баллон банка бутылка друзья грунтуем а потом при желании чтобы краска там не стиралась можно просто пролачить и пролачи чтобы краска не слезла только после этого мы начинаем делать кору берем основу на которой будем делать там банка кружка хоть сразу на на такие заготовки уже готовы я вам просто показал что можно делать свои заготовки покрываем клеем наносим клей я покажу только небольшую часть вот такой маленький кусочек по этому кусочку по этому принципу вы будете делать это делается все точно также здесь единственная просьба когда вы будете делать кору не делайте чисто вертикальной линии делайте там где-то одна косая где-то чуть-чуть там коротенько где-то чуть чуть длиннее тогда будет более естественно друзья я здесь пластилина вы эти себе палочки вставил чтобы она у нас не туда-сюда не убегала да ну я ее сюда вот так вот рядом чтобы можно было разорвать и так в общем вот эту грубую часть я ее сильно не перемешиваю как я им замешал там еще где-то вот шпаклевка если потрусить на ней еще даже шпаклевка до конца останется она такая видите крошится такая грубоватая нам и нужна именно такая чтобы крошилась была грубоватая что клей с водой да можно обычный клей просто без воды может где-то чуть-чуть но чтобы он сильно жидкий не был следите чтобы сильно жидкий не был такой средний да 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 и так давайте я сначала просто покрошу потому что я эту массу сейчас помял переменал и она у меня такая можно даже вот такие штуки добавить нам знаете кучу малу делаем и вот эту кучу малу вот собираем ее и вот так я сильно не давлю я еле 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 перекручиваю чтобы она у меня просто даже в этом случае колбаска я не знаю это это беда да и так смотрим смотрите она у меня размягчилась желательно конечно я можно отставить если на очень мягкая оставить ее посушиться я возьму не перемешаны вот она такая не очень видите рассыпается он даже на пальцах остается сейчас ею покрушу вот клубаску такую примерно будет им так и и подкатает этот мусор наоборот все хорошо здесь такое производство будут щепки маленькие щепочки да вот вы почувствуете она такая где-то может воздух туда попал где-то расслаиваться это очень хорошо все подготовил теперь ищем место разрыва где нам ее подразумевать и разрываем вот она мне видите начинает раскрываться здесь раскрывается раскрывается где-то можно и еще чуть-чуть под раскрыть здесь если где-то у вас такой момент появился это очень хорошо получается у нас вот такая часть это как часть раскрыли здесь очень много рванности здесь очень много таких вот пожилок когда попробуйте сами увидите что как выходит берем накладываем ее на бутылочку можно запасом чтобы знаете донышко срезать либо на заготовочку до поставили все приложили берем следующую часть раскрываем это конечно очень такой быстрый способ много времени не займет единственно просто займет время проследить насчет массы как она у вас будет как она у вас будет вести вот часть коры также по утолщению смотрите чтобы она там сильно толстая не было ну примерно 10 где-то миллиметра 3 почти 4 миллиметра утолщения берем сюда так рядом ставим ищем какой-нибудь может так рисуночек очень интересно кстати получается если вы такие моменты будете выкладывать в нахлёст связь и освещение день когда чуть-чуть в нахлёст у вас получится такая ступенька и большая часть у вас будет похоже знаете там каранах остается это очень тоже очень красивый момент можно чтобы были не толстый здесь как раз подорвалась например может такими более тоненькими частями сюда поставить то есть выставляем это тоже такая здесь художественная творческая работа я показывал чуть-чуть подобный метод но до лет пять лет пять назад показывал года четыре назад скорее всего я очень очень много разной имитации как и показано вам покажет да так смотрите я сейчас здесь раскатаю такие колбаски чтобы вместе с мусором такое 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 сейчас все это вместе соберу она начинает расходиться видите так расходится остается просто ее раскрыть чтобы длинный не был чтобы если широкая очень получается можно вот эту широкую где-то там взять ее подорвать даже из таких вот маленьких кусочков составляем клей мол в нахлёст так и говорю что в нахлёст очень хорошо донышко берем срезаем чтобы она у нас все по донышку было красиво аккуратненько аккуратненько раскрываем смотрим следующую часть ну вот это еще мягковатая пусть лежит я достану более такую круг крошистую раскрашу я юси я вообще ее не переменал как следует как обычно когда мы делаем какие-то детали мы очень хорошо переминаем массу ее нужно хорошо перемешивать прям в этом случае и не надо прям перемешивать туда еще можно шпатлевки под насыпать просто такой в грубой форме под раскатать вот я просто сейчас все эти крошки собрал вместе смотрите она мне видите даже расслаивается расходится ну я думаю это у всех получится потому что побольше по большей части сейчас насколько это все перемешено тоже неважно разрыв этот разрыв разрываем разрываем эту часть аккуратненько аккуратненько у нас получается вот такая замечательная деталь то она слишком длинная я не буду слишком длинную дело здесь можно самому подорвать где-то часть где-то там чуть больше подрастка ведь чтобы у нас одной толщины не было чтобы нам по крайней мере было разные такой по ее контуру разный такой контур красиво александр пишет этот метод можно использовать все отходы ой это вообще самый такой ленивый способ называется здесь и отходы и фактурка получается очень даже очень даже классно только когда вы знаете на слойка коры еще если диаметра чуть больше еще эффект не будет смотреться на узкий каких-нибудь деталях она смотрится немножко как-то не не так а когда пошире получается толщина ствола она как раз там широкая корабль здесь очень явно и красивые промазываем клеем сюда можно кусочек доложить вы здесь формируете такие кусочки где-то такие просветы просветы это хорошо в некоторых местах и тем более когда будем окрашивать она уже на кору похоже да уже когда будем окрашивать здесь маленький кусочек остался я вы сейчас здесь под разорву просто раскрываю вы когда будете раскрывать увидите так как настоящая кора получается вот здесь какой-то мелкий кусочек его сюда можно доложить закрыть ну и так далее тому подобное закрывается все если вы хотите всю бутылку закрываете всю бутылку если вы хотите до какой-то части до половины то закрываем до половины не забываем делать небольшие нахлёст и на часть к части чтобы у нас получались нахлёст здесь оттенение все-таки есть такая вот ступенька переходы таким образом у вас будет получаться сейчас она когда она светлая она не особо понятна и когда вы будете окрашивать все станет на свои места сами увидите и таким образом вы выставляете если вы хотите то там до колушка закрывать если вы хотите половинку кстати не брезгуйте делать такие переходы если примеру на бутылку делаете такие как ступенчатые это будет выглядеть очень хорошо если хотите можно просто ровный контур взять и обрезать только была на марафоне по этому методу наверняка видели с этим способом ну данными когда много очень то что вы сейчас увидите это будет просто нечто у нас смотрите у димы сейчас было дерево ну как методом из массы честно говоря методов мало кто проводит такими методами смотрите у нас судимой сейчас было дерево в марте месяца было дерево замечательно девчонки все справились и кто были вот дерево светильник вот там была другая имитация коры методов очень много разных я знаю 20 способов лепки коры но все эти способы остальные здесь я сегодня покажу два вот этот самый простой он называется ленивый способ другой способ чуть-чуть трудоемки времени занимает чуть-чуть побольше вот и он более творческий способов друзья очень много разных другие способы они намного тяжелее там и другие материалы и инструменты плюс еще к этому ко всему используются другие определенные инструменты там по времени конечно работы дольше и придет до какой-нибудь в другой раз я покажу еще другие способы а пока вот самый простой способ друзья но по крайней мере вы сделаете очень интересные работы очень интересно вот как раз таки вот это вот не до не до масса как раз она у вас будет нет не надо опилки делайте из массы не надо никаких опилок да можно на улицу безусловно можно и она выстоит спокойно после полного высыхания это масса нормально переносит это масса переносит большие температуры я из этой массы лепил на печках то есть печи камины с объект есть дождь друзья под дождем может простоять лет наверно 20 ничего с ней не станет наталья пишет я думаю что родинский это бренд это очень круто наталья спасибо спасибо мировой доктор пишет заказать мастер-классы школы в том числе дерево светильник можно здесь друзья вот смотрите и таким вот образом мы составляем всю кору это может быть все что угодно любой предмет и очень интересно в общем у нас получается мы сделали вот один из способов здесь то что уже прогрунтованы пока темный юля будет окрашивать это прогрунтованы точно таким же способом а загрунтованы здесь я оставил ли попросил оставить не надо красивая жалко было это точно такой же способ это таким же способом то есть закрываем все и потихонечку потихонечку и вот что показать а я еще не подошел к нему даешь об этой работе и делаем так то есть здесь вообще ничего сложного чем хуже масса она у вас будет получаться в смысле разрываться тем лучше если на улице вы берете краски фасадные для экстерьеров краски фасадные и фасадными красками друзья лакируем да если вы будете массу окрашивать лакируем потому что краска слезе со временем там она высветлится если чисто из массы у вас что-то я просто рассказываю чистая масса не окрашенная у вас будет стоять двадцать лет на улице ничего с ней не станет ничего с ней Bonus если если без краски не окрашенной просто масса руденского клей твоя шпатлевка смешиваете все она вас 20 лет на улице зимой летом простоить вообще без проблем окрашивать лаком покрывайся в том случае если вы будете окрашивать если у вас будет краска тогда будет все можно всему вот кстати далее сюда можно потом натуральный мог влепить и и окрасить очень интересно вот кстати насчет дерева одна из имитаций коры наверняка уже многие видите да я сейчас так вот не покажу она большое я потом покажу здесь имитация края на совершенно по-другому делается потому что во первую здесь и объем немножко другой и совершенно другой прием поэтому здесь все по-другому да нет не покажу да вот здесь есть мох здесь надо рассматривать такой мелкий мелкий мог сейчас не показать не помещается никак не помещается так друзья ну напишите первым способом понятно да я думаю что здесь здесь вообще чем такая плотнее масса кстати здесь масса вот лежит она уже такая становится каменелая вот это первое из которой заготовку дел обратите внимание на разрыв сейчас я ее раскатаю крошки еще раз напомню они дают такой разрыв масса они начнут ее разрывать получается вот один и сейчас два способа которые вам покажет дерево третий способ потом был еще вот у меня недавно открытый вебинар да да мы делали имитацию там был четвертый способ то есть уже 4 вот сейчас она раскрывается и чем тверже плотнее масса становится такая шероховатая грубоватая тем у вас будет интересный рисунок на самой массе где-то лишнее если у вас остаются там взяли чуть-чуть подорвали оторвали лишь здесь до конца не вышло подорвали вас остался маленький кусочек который очень даже хорошо и симпатично смотрится чуть более больше кора бубу колбаска по диаметру мы ее разрываем чуть больше смотрите она поинтереснее потому что она больше размера вот так тоже очень интересная и у нее очень интересные подъемы перепады и такие вот разрывы к сожалению камера не может почему-то сейчас из этой массы после долгого использования по назначению внутри краска слезла отваги вам нужно было лепить на вазе то есть берете заготовку вазу стеклянную и и облепливаете тогда будет все хорошо ничего гладить не будет смотрите обратно такие же кусок такой же кусок взял если вы хотите больше больше полоску делать берем разрываем уже более длинную колбаску желательно конечно рекомендую открытие фотографии коры и чтобы посмотреть там направление потому что вы можете одну чуть-чуть наискось от нее там чуть-чуть вот так под углом поставить будет очень классно смотреться здесь уже такая идет с таким как и даже плетеные перед переплетом немножечко ольга пишет я делала грудь для змеи лаком покрывала но и через две недели весь грудь начал разваливаться там использовался мокрый мох мокрый мох возможного вас нет так друзья ну напишите понятно ли по поводу консистенции массы чтобы сделать ленивым способом вам нужно дождаться либо очень плотно замешать массу чтобы она у вас вот так разрывалась когда у вас масса начинает так разрываться не тянуться просто рваться тогда в этом случае вы получите очень классную фактуру на своем изделии вас будет очень красиво вот эти разрывы сложные разрывы не бойтесь туда одну если крошки попали какой-то мусор сюда скопился вот там крошка высохшая да вы прям эту крошку высохшую возьмите туда вмешайте она эта крошка не даст вам нормально массе смешаться хорошо поэтому вот такие моменты очень даже очень даже хорошо использую взяли подорвали если если вам нужно подготовить какую-нибудь полоску все понятно хорошо тогда у нас друзья следующий способ я сейчас покрупнее покажу сейчас я покрупнее колбаску буду разрывать чтобы вы увидели побольше вот здесь еще больше чем крупнее тем такой более натуральный сложный рисунок происходит здесь я на диску сейчас подорву на внизу чтоб она мне не раскат не не растягивалась сильно не ломалась вот эти вот по краям аккуратненько здесь все раскрываем и вас получится очень очень все девочки держат всем все понятно поехали дальше часть коры вы конечно же там если нужно полосочку не обязательно чтобы она у вас все одинаковые в ширине взяли здесь чуть-чуть подорвите с подрывом как это шло где-то в другой стороне возьмите так учить подорвите далее если надо сняли кусочек вот у вас уже часть коры ту которую можно взять потом из частей приклеить и сделать невероятную композицию все думаю ну с этим понятно хорошо и все начнут сделать уже друзья второй способ сейчас будем делать это другой как бы сорт дерево это настоящее да сейчас мы будем делать имитацию изначально я делал как будто узнать такой классный когда вот друзья это бревнышко здесь как видите бутылка я специально донышко я не стал закрывать если нужно кстати здесь донышко скажу берем шпатлевочку и за шпатлевыми донышко я не ну либо масса закрываем либо шпатлевка я не закрывал потому что здесь специально смотрено углубление для того чтобы наливать то есть наливать здесь вот смотришь и сразу такое ощущение что это прям да здесь на этом бревнышки даже специально оставлял где масса расходится помните многих это вот масса расходится вот специально здесь вот эта причина чтобы когда масса расходится она оставляет такой разы именно вот этот разрыв дает этой композиции такую бою более естественность более естественно поэтому вот это немножко другая кора она другого сорта то есть более гладко и знаете такими как плитками ну наверняка многие встречали такие деревья очень часто у тебя немножко другая вот и что это у нас это у нас друзья бутылочка здесь то есть это также заготовка ту которую я показывал изначально ну я сейчас на ней начну лепить чтобы вы чтобы вы понимали что вообще происходит и что что зачем идет вот бренышко стоит вообще не видно где все стыки как она бренышко стоит и не видно что это что это делать такое неровное покажи пожалуйста еще раз крышку так она стыкуется специально говорил что нужно делать чтобы потом можно чтобы можно было до чтобы потом можно было вставить чтобы понимать куда потом вот крышечку эту крышечку потом куда в деть в 10 как паз есть такой раз все восстановится и она закрывается вот для чего мы делали первую заготовку но для чего нужно то есть от этого от этого два бревнышка да получается вот это от этого получается вот это так что сейчас мы будем делать это гонила мучилась вот такая работа которую мы с вами вообще для мужчины это идеальный подарок потому что мужчина может ну по крайней мере по крайней мере вот эту часть нужно верхнюю снять я просто верхнюю снял и сюда запросто где наша примеру если вы будете делать отдельно вот спокойно сюда встает бутылочка то взяли достали потом или либо сюда как вазочка можно кашпотом цветочки поставить имя именинника кстати да ю плюс д д плюс ю сердечко друзья из масс его заготовочка утолщению как и эту я показывал я делал на глаз все все на глаз она она идеальная внутри ровненькая по утолщению как видите вы научитесь все делать такие бревнышки и здоровски и можно делать разная форма под разные это я пока а пока не сторону отставляю да конечно конечно можно и под бутылочки можно под вазочки ну то есть если с крышкой такой когда тубус можно как для бутылки а потом использовать ее как кашпотом по цветы просто поставить какие-нибудь искусственные еще что-нибудь полевые просто поставить туда даже воды можно налить внутри можно конечно там пролачить но не стоит туда в воду наливать цветы тем более но что у нас есть школа русских которые у нас функционирует заходим там спрашиваем мы сейчас не будем вас просто по времени мы уже вещаем два часа больше двух часов вот она вообще нужно чтобы дима показал еще один способ и палачить все это июля еще окрашивать будет окрашивать будет так лишнее убираем и что теперь я покажу другой способ как делать способ то что я сейчас показал другой способ коры он немного чуть-чуть послали посложнее подольше его делать но он более творческий здесь нужно тоже по-другому но это другая кора конечно это не ленивый способ а не иная иная кора друзья для этого здесь как бы тоже не очень хитрая такая ситуация для этого нам понадобится макетный нож рекомендую именно свежий острый чтобы не был в работе до до этого новенький свеженький новенький свеженький сейчас я сюда в сторону теперь рекомендую конечно же можно сразу взять они здесь окрашивать в принципе сразу не обязательно если это стекло напоминаю либо что-то лучше загрунтовать закрасить на массе можно ничего ольга пишет я представляю первый шок именинника когда я ему вместо подарка в ревно вручали такой раз с днем рождения поздравляю тебе счастья здоровья пух и все я тебе подарок смотри здесь видишь написано там сережа сережа так друзья давайте внимательно здесь я пожалуйста тоже внимательно это немножко иной способ но здесь нужно посмотреть как все делаем для того чтобы нам сделать такую кору она тоже накладывается плитками то есть на слойками но чтобы сделать интересные на слойке опять-таки массу рекомендую замешивать примерно таким же способом как и на способ для ленивого способа ленивый способ когда мы разрывали здесь тоже масса должна быть относительно плотненькая должна быть так разрываться она должна хорошо разрываться видите разрывается оставляет тоже интересную фактуру для этого способа я еще один покажу третий ну как бы он от этого идет ну чуть быстрее вкладываем такие и вот кусочки они могут быть там так вот такой кусочек сюда положили спасибо спасибо значит я тебе подарю бревно в принципе ты уже будешь знать что то смотрите я просто кусочками сюда складываю так сложил нам главное чтобы вся эта часть конечно немножечко было чуть плотнее но сейчас она будет плотнее что я делаю я беру такие стена не разбинать и вот как она у меня осталось сейчас выкладываю массу до сверху так без разницы главное чтобы они были в нахлёсте друг другу связь будет хорошая но после во время эфира бывают такие моменты после записи все в записи вы будете смотреть все будет очень хорошо то есть берем друзья и накладываем там такие вот какие-то настройки массы я сейчас покажу ее в профиль чтобы было понятно что происходит часто просто накладываю юль это из сейчас мы спросим прием прием что у нас со связи кирилл алё алё мы на связи да что у нас как картинка так проверяем все хорошо давайте поставим проверим сейчас связь Если все хорошо, давайте поставим пятерочки. А, ты не пятерочки ставили, давайте другие цифры поставим. Так. Все еще плохо, да? Так. Чего у нас тут происходит? Сейчас увидим. Так. Двоечка. Нет, двоечка, двоечка, единичка. Двоечка, нет, двоечка, двоечка, единичка. Да, вот сейчас слышно. Нет, двоечка, двоечка, единичка. вот я тоже думаю что были заиканены сейчас уже восстанавливаются ага вот тоже пишу что стало хорошо хорошо уже уже на четверочку хорошо я здесь пока ничего не делал остановился для того чтобы все было дальше понятно смотрите я набираю такие пласты я набираю пласты выкладываю их один на один где-то нахлёстом и обратите внимание накладываю один листик потом сверху следующий пласт следующий пласт и они все такими вот разрывами разрывами для того чтобы нам получить следующую часть в работу можно еще дополнить еще сверху поставить 4 ну я вот здесь пока 3 выкладывал принципе вполне достаточно и 3 можно четырех вот такими пластинками отлично пятерка это хорошо такими пластиночками коротенькими по 3 миллиметра сюда выкладываю я готовлю для себя именно кору с которой я буду работать с которой можно из которой можно сформировать и другие элементы то есть из этого пласта можно сформировать другой элемент коры нас получилось вот такой бутерброд слоеный слоеный бутербродик не вкусно конечно же можно слегка чуть-чуть буквально так вот при прибить чтобы она у нас как бы чуть-чуть страмбовалась этого будет достаточно смотрите когда вы будете готовить такую кору вы для себя взяли здесь есть пакета достал сформировал такой бутербродик и отставляю следующее что нам нужно дальше в работе я беру к примеру если вы будете делать кору не делайте прям очень тоненькую ну пусть она у вас будет там 4 миллиметра толщине высоты высота может быть абсолютно разные вы хоть 10 сантиметров можете делать высоту то есть смотрите высота этого пласта я сейчас покажу примеру если вы хотите ширину коры сколько она у нас примерно 3 сантиметра до почти 32 с половиной сантиметра то вы набираете два с половиной сантиметра если вам этот пласт если вам ширина коры нужно примеру 4 сантиметра то вы набираете 4 сантиметра в зависимости от вашей заготовки если у вас маленькая заготовка небольшая такая но в принципе как у меня сейчас на по под бутылочку то вам нужно будет примерно два с половиной сантиметра примерно два с половиной сантиметра толщина если у вас прям широкая заготовка или какая-нибудь большая там ваза до вазон там побольше вы можете на набирать и три с половиной и четыре с половиной сантиметра пласт потому что чем шире такая корану тему у вас понятно дерево на там дольше прожила нос росло много времени у него каран намного древнее и старая и более широкая поэтому здесь все зависит от вашей заготовочки если она совсем маленькая ну там кругленькая стаканчик примеру взять стакан то здесь мы как бы два пласта на сантиметр это маленький делать не рекомендую потому что маленькие формы моя маленькая имитация коры делается другим способом не этим способом эти два способа которые вам показал они для более таких крупных начиная от бутылочек и заканчивая климить огромными там заготовками даже вот с такими примерно заготовками начиная и более крупными деталями поэтому все нижним пластом я сейчас перевернул с другой стороны вы увидите здесь как раз таки прослойки какие трещинки это все пластом здесь все пластом и все также пластом вы накладываете у хаотично порядке просто чтобы они у вас были пластом далее да смотрите также подготавливаю плоскость я ее сразу не грунтовал потому что это масса массу можно грунтовать ее можно загрунтовать потом уже при окрашивании здесь не столь важно я сейчас доберу примерно за этот шов такой небольшой кусочек чтобы было понятно как я выкладываю и передам юлия уже в окрашивание следующую стадию работы смотрите я сделал такой небольшой кусочек потому что все дальше останутся по этому же принципу далее вы просто возьмете если вам нужно карандашиком нарисуйте если вы хотите разрыв коры примерно там как будет у вас идти вы карандашиком рисуете эту часть ну к примеру раз здесь вот так я хочу чтобы было карандашиком отметили нарисовали и например эту сторону эту сторону трогать вы не собираетесь эту часть вы ее для себя просто отмечаете что я не буду ее закрывать я ее оставлю а если у вас тем более здесь какая-нибудь трещина появилась когда вы массу ну на наш шов ставили еще лучше еще будет более интересен симпатично смотреться это как здесь в этом месте тоже желательно оставить здесь какую-нибудь такую как ступеньку чтобы этот шовчик показать что он есть она будет смотреться очень красиво как на этой заготовочка здесь я специально этот шовчик оставил чтобы вот этот разрыв раскол получился и более естественно теперь когда вы сделали пласт он может быть его даже можно сделать сразу потолще прямо не бойтесь и давайте я еще раз покажу как я накладываю здесь на этот бутербродик что у нас кстати а кстати вот можно использовать первую которая мешала она уже такая смотрите почти почти каменный вот так ломается можно даже и сюда вот этот поломать и он как раз таки будет тоже хорошие такие разрывы давать сюда пластинку ставлю еще одну пластинку видите просто поломал может даже вот такими разрывами сюда прям ставим не бойтесь зазорчиками пусть остается все это будет очень хорошо сюда какой-нибудь еще кусочек сюда сюда чуть-чуть да похоже так смотрите дальше что мы делаем а вот по поводу кстати той массы который уже якобы подходит для я пока отставлю бутербродик ту которую финишную сатан раскатывал она твердеет она практически вот такая твердая становится и она уже раскрывается совершенно иначе она по-другому раскрывается и дает более явные разрывы более четкие она еще хоть и финишная но с финишной здесь нужно ждать ее время хорошего хорошее время такого чтобы она раскрывалась разорвалась очень симпатично все в ожидании да все начинаем теперь смотрите мне нужен слой где-то 5 миллиметров я беру 5 миллиметров отрезаю вот так вот тортик делаем нарезку делаем нарезку теперь из-за этой нарезки ну примеру я хочу но не хочу такой длинный хочу первый раз коротенький поставить я беру слегка чуть-чуть раскрываю потому что так как я выкладывал такие на слойке делу они у меня вот эти на слойке будут сразу раскрываться то есть слегка буквально чуть-чуть ювелирненько посмотрели вот здесь видите вот это на слойка разрыв вот этот на слойка разрыв но в то же время она у меня чуть-чуть шероховато эта часть и уже разорвана я беру этот пластик выкладываю на нашу поверхность заготовочку все сильно пальцем придавливать не нужно здесь вот у вас будет макетный ножичек макетный ножичек вы слегка чуть-чуть у так при трамбовали здесь можно под край сразу срезать и и сейчас вам покажу берем здесь краешек такую как насечку подрезаем и слегка чуть-чуть раскрываем чтобы у нас получился вот такой разрывчик можно с другого края взять и слегка чуть-чуть подрезать юля спрашивает сколько этот соль смешивать эти два способа в работе но принципе нет два способа в работе эти не смешивайте они разные абсолютно разные караб по-разному получается вы его буквально взяли массу замешали плотно прям плотно очень плотно замешали и хорошо не перемешивайте она у вас должна рассыпаться в руках когда она вас будет рассыпаться в этом случае видите я сейчас смешал более сухую она вот отстает и она такая ломкая будет тогда когда она вас будет рассыпаться тогда у вас сама фактура эффекта будет больше поэтому если она лежит она такая сушенькая становится такая подсыхает заветривается тогда еще еще красивее фактура у вас будет появляться беру пластик отрезаю 1 отрезан теперь из него я сейчас тоже так половинку оторву здесь под расправлю где у меня вот расходится кора здесь можно где-то подрывать и друзья ставлю рядом делаю маленький такой зазорчик маленький зазорчики кстати прям совсем миллиметра примерно видите все таки видно вот этот шевчик вот рядом ставлю все поставил здесь можно сразу под донышко срезать здесь у меня остался кусочек я могу кстати сразу видно одна масса другая масса то есть вот этот блин чик бутербродик я делал из очень грубой шпатлевки а это у меня уже финишная она застывает тоже попадал под разорвал ее чуть-чуть буквально немножечко под раскрыл рядом поставил все выставил срезал теперь можно здесь насечку такую сделать сейчас я поближе покажу вам смазано обязательно обязательно я ее клеем промазал только что где-то здесь его можно такую как разрез получить поставить смотрите по поводу стыков все пятерочки есть отлично я сейчас вам поближе покажу обратите внимание стыке есть стыке я не с и я прям вплотную сильно не соединяю я их оставляю их нужно оставлять и в этом то и вся и фишка что эти стыке оставляются и они создают такую глубину коры глубину всего самого рельефа поэтому стыке оставляем первый слой когда вы будете первый слой накладывать рекомендую слишком толстый не делать ну три миллиметра вот берем пластиночку отрезаем сейчас здесь много чего отрезал лишнего берем пластиночку я отрезаю буквально там миллиметра три маленькую сейчас я вам ее поближе покажу она такая узенькая узенькая сейчас здесь это крошится смотрите можно вот так вот чуть-чуть под разорвать ее под раскрыть где-то здесь ее подломать и вот такую маленькую плоскую щепочку берем на клей вот где у нас тык появился здесь трещина между ними можно промазать вот этой части коры этой части и здесь поставить примерно как бы закрывая одну части этой впадинки трещины и она ее прикроет пальцами давить не надо мы берем инструменте ком слегка чуть-чуть притоптали чтобы у нас более она плоская была когда будет более плоская тогда она будет смотреться гораздо натуральные интереснее когда я сейчас видите я составляю практически до здесь этого соединения верхней части на данный момент я сейчас опять беру небольшую такую не очень толстую часть пластинки отрезаю вот маленький маленький разрежу разорву его а ну я сейчас покажу здесь чуть-чуть делаем такие разрывчик небольшой я же сейчас подойду друзьям мы не подошли еще до этой части работы здесь рядом поставил то есть мы закрываем все это по кругу таким же способом теперь каждый раз когда я подставил там какую-то насечку можно здесь сделать с этой стороны чуть-чуть рассечью под разорвать с другой стороны так чтобы она у нас не прям не вся была с насечками а местами где-то чуть-чуть коротенькую сделать так вот насечку подрезать ее вырезать теперь здесь получается мы приближаемся к стыку между этими частями я беру небольшой кусочек надо убедиться что здесь почему разреза делает горизонтально потому что она настоящий корень и там так идут горизонтально да потому что так идут смотрите я ставлю таким образом чтобы у меня одна часть практически почти слегка слегка прикрывала эту крышку здесь видите а крышка она будет открываться вот я есть место свободно слегка что прикрывала но это место вот эту часть я сейчас обратите внимание как я и буду закрывать и плен не промазываешь вторую часть правильно теперь я здесь сверху клеим промажу отрежу кусочек что похоже как будто реже сыр нет не сыр чуть-чуть раскрываю можно где-то оторвать лишнее главное когда вы будете такое более сухая она у вас будет с такими надрывами более явными заходить мы когда в лес идем и кору с деревьям обрываем а здесь получается обратное мы ее как бы наклеивая я сюда сверху поставил просто прикрыл прикрыть поставить сверху но при этом у меня когда она высохнет сейчас надо убедиться что у меня чтобы не было клея на этой части нормально открывается раз видеть ты помнишь свой первый мастер-класс который ты показывал с имитацией сколько сколько лет было ты пенек делал пять назад был пенек до только-только масса начала появляться появляться я только начал с массовой выступать да да как раз таки я первый раз и показывал кору ну там да да самый первый раз когда про вас еще никто не знал когда про массу вообще еще открывать секреты у него один из первых мастер-классов был с имитацией коры самую первую кору имитацию я делал у меня был заказ еще учился в греково самый первый самую до кору мы оформляли в доме делали ствол дерево но я его дел из гипса но из гипса я делал именно по такому же принципу способ да 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 друзья и когда здесь именно на стыке смотрите прям сильно явно не закрываете чтобы псина была закрыта вы можете самый такой чтобы не мучиться мало ли можно запутаться и закрыть и где-то склеить кору скорой то есть у разных частей что мы делаем в этом случае в этом случае я сейчас чуть-чуть переверну здесь будет видно в этой части когда я буду приближаться к этому стыку я просто практически вплотную так вот подклею так чтобы у меня как бы зазорчик шло почти вот впритык сейчас я поближе поставлю покажу обратите внимание как вот раз играется здесь почти впритык подклеил а следующую часть с другой стороны чтобы вы не путались и не склеились обе половинки ну так чтобы они у вас потом не разорвались с другой стороны и также здесь промажете тоже почти вот так впритык подклеить и но чтобы их не склеивать вместе достаточно чтобы была какая-то такая маленький зазорчик и трещинка здесь когда у вас начнут такие пласты собираться маленькие кусочки вы возьмете этот кусочек здесь внахлёст на этот поставите чтобы они тоже у вас в нахлёст стояли я сейчас поставил нахлёст видите маленький не слишком толстый просто поставил нахлёст ступенька далее здесь я пока один слой коры поставил я беру где-то такой тоненький тоненький как бы один миллиметр вообще еле-еле в общем практически такой тонкий тонкий слой здесь вообще как бы на нет остро-остро вот такие кусочки тоже берем маленькие чуть-чуть под разрываем под раскрываем и ставим их на первую ступень на первый слой которые с вами мы собирали здесь я почему говорю он более такой чуть-чуть посложнее но более творческий здесь вы можете настолько сильно разыграться вы можете несколько слоев сделать и у вас соберется прям сложные такая кора вы берете вот такими тонюсенькими тонюсенькими знаете как тоненький тоненький такой по моему даже один вели метрик он еле-еле чуть ли не прозрачный кусочек я такими прозрачными кусочками выставляю здесь следующую как бы ступеньку ставлю прикрывая вот эти большие глубины и стыки до где образуются далее вот остался еще кусочек тоненький где-то просвечивается да там есть такое углубление здесь опять сюда поставил сверху маленький кусочек следующую часть берем надрезаем можно даже взять небольшой такой срезы знаете я сейчас вот покажу вот я буквально сейчас последний кусочек что я делаю я маленькие маленькие такие знаете знаете как его щепочками выставляют тоненькими сейчас здесь еще слой поставлю на рабу на этой работе я рекомендую ну максимум два ну два ставить слоя 3 конечно можно но это дольше работа пойдет будет выходить здесь пока сейчас в два слоя щепочки где-то местами промежуточки оставляем не везде где я поставил первый слой не везде я выставлял второй вы сами смотрите на свое усмотрение потому что здесь будет такая живописная эти расстановка вы сможете сами где-то захотите друзьям смотрите здесь вы можете выставлять примеру вам захотелось промежуточек где-то маленькая такая впадинка получилось но где-то возможно вы слой толстый до поставили где-то тоньше и где-то у вас такая небольшая упадинка и взяли чуть-чуть и второй слой выставили такой щепочки получилось 1 1 минуточку смотрите вот эта масса чуть-чуть сейчас когда она начинает подстывать застывать видите она такая под крошится чуть более какие-то ломкая становится и крошится здесь не страшно наоборот какие-то моменты надо снимать чтобы были неровности чтобы она не была вся такая полностью единой такой дощечкой листом пластом в этом случае очень хорошо когда вы будете добавлять на такие щепочки плюс дополнительные ступеньки взяли и поставили нахлёст нахлёстом все поставили нахлёст и слегка чуть-чуть притоптали главное слишком мягко если будет массово она у вас вы не получите такие более менее хорошие красивые да и не забывайте еще делать вот такие как бы насечки здесь дополнительно разрывать массу так разрезать вернее взяли чуть-чуть подразрезали чтобы у вас это все смотрелось и много интересней взяли чуть-чуть здесь вот так вот и и по подразрезали чтобы она у вас как бы такими разрывами было тогда у вас будет работа очень-очень творческая даже то что сейчас я корой раскрыл закрыл но сейчас я и уберу сейчас видите раз здесь какие-то моменты будут торчать вот сверху сейчас здесь чуть-чуть у торчат не пугайтесь и вот с этой стороны тоже будут торчать то есть из-за контура но если где-то что-то обломится пока вы будете делать разъему здесь я смотрю она еще мягкая ее можно в принципе убрать это лишняя часть будет и составляем все вроде составляется и держится все очень хорошо а когда она высохнет она будет очень крепкая она будет достаточно прочная и ну спокойно возьмете ее так вот не ничто не обломается не отломится все будет очень и так дима мне сейчас подаст образцы которые он для вас приготовил друзья это те самые образцы которые я этом этим способом сейчас сделал это дерево полену да вот один коричневый теперь я рассказываю почему я загрунтовал его загрунтовал потому что она первый слой должен просохнуть первый слой мы делаем как всегда самый темный так у нас здесь кисточки все щетинка вот и теперь сухой кистью я думаю что способ этот не новый все умеют работать сухой кистью вот и мы первым слоем прокрываем черным строительным колером можно акриловую краску взять дима помоет ручки и потом начнет читать ваши вопросики первым слоем покрывает всю поверхность далее мы наносим второй слой кто-то у нас есть несколько вариантов или же мы уходим больше в такую красноватую кору не знаете сейчас видно не будет не будет вот такой с красненькой такой тепленькую делаем или же мы уходим в какую-то зеленовато сероватую то есть там несколько вариантов сейчас мы с вами будем экспериментировать ну во первых по черной коре сверху мы достаем краску коричневую темную какой-нибудь так у меня здесь где-то был мастихин вот я выкладываю все это на палитру у меня пластиковая такая крышечка вместо палитры сегодня будет так коричневая можно какую-нибудь красненькую взять вот красненькая у меня крап лак есть красный тоже будет хорошо смотреться ну если его немного добавлять берем какие-нибудь земляные всякие такие вот коричневатые цвета в общем то что есть берем те краски какие у нас есть все их достаем вот старайтесь темные в одну кучку те которые посветлее в другую почку видите вот это у меня рыженькая такая получается это коричневатая больше видно нет наверно нужно подложить из бумаги вниз беленький так лучше будет так теперь можно взять какую-нибудь вот такую красочку она очень красивая такая тоже не земляной цвет я на месте ты на месте что у нас чуть вечера юля сейчас будет вся в краске как всегда без перчаток это дело люблю красить без перчаток знаете как дети красят у них тоже они такие не думают о том что они там где-то что-то испачкают что у них там где-то что-то не получится ну конечно же конечно же у меня самая лучшая баночка с кисточкой конечно же это сова которую мы с вами делали и она есть свободном доступе можете посмотреть этот мастер-класс так ну поехали у меня на палитре куча всяких земляных цветов то есть у меня есть коричневые есть вот такая как хаки есть умбра есть всякие коричневатые желтоватые такие разные разные оттенки смотрим да и все они пойдут под нашу кору то есть зависимости от того что вы хотите видеть у себя на какую вы хотите кору какого она у вас будет сорта покажи с другой стороны с другой стороны покажи а вот чуть-чуть поближе тоже видите я пластиночками пластиночками каждая часть выставлялась даже пластиночка на ногти есть каждая часть здесь кусочек вот маленькими кусочками выставлял в итоге она да вот и она получается вот такая то есть смотрится она как обожжена сейчас мы начнем сухой кистью проходить и вы видите все оттенки как это будет все смотреться вот когда я увидела такой пенек то есть я захожу в комнату а там стоит вот такой пенек черный но он еще не окрашен был когда я его сегодня окрасил и я я в таком шоке я просто не поняла то есть я вижу такое поле настое черное обожженное такое ощущение что она прям вот дима его из костра вытащил и на стол поставил мы просто когда кто-то из нас работает другой не мешает нас такое негласное правило поэтому я вот случайно так но не случайно так зашла работа уже готова и так что мы делаем мы начинаем самый темный первый слой у нас есть мы берем кисть берем красочку с палитры но давайте сделаем один слой такой темно-коричневый темно-коричневый берем самую темно-темно-коричневую вы расскажи обязательно кисточку желательно браще . щетинка строительно с магазина самая простая строительная кисточка она будет лучше всего вот они есть такие всякие кошки мышки мы уже показывали кошка есть такие кисточки мышка из строительных уголек да пенек уголек вот то есть мы берем самую дешевую щетинку строительную самую самую простую макаем его в красочку вытираем об бумажку и начинаем сухой кистью проходить по нашей работе и у нас начинается давайте вот этот кусочек сделаю такой ближе больше в коричневый поведу вот и у нас где-то чуть больше можно ли где-то чуть меньше кисть хорошо вытираем вот и у нас получается такая фактурка красивая так смотрите мы первый слой прошли вот кусочек коричневого это вот и у нас уже фактурка начинает появляться пока эта сторона у меня подсыхает я сейчас я не насладился не насладился посмотрите какая натуральная вот еще чуть-чуть под высветлите она уже будет красиво смотреться до представьте себе сколько можно разных вещей задекорировать у себя дома на даче так теперь мы берем давайте мы возьмем другую кисточку другую кисточку и пройдемся пока у меня эта сторона чуть-чуть подсохнет другой кисточкой пройдемся но можно взять какую-то делал а черненькая еще нужно да нет я поняла это черненькую мешал с синенькой и белила хорошо что сделаем сильно не синий почему синенькая для того чтобы получить такой сероватый цвет потому что вот это серое брюно а более естественно просто кусок сейчас одна сделаю хорошо одну сторону а вторую сделаю другой александра пишет если мне нужно полено я одоложу папы кару так значит мы берем с другой стороны смешиваем на палитре чуть-чуть черненького колера добавляем туда чуть-чуть синенькой чуть-чуть синенькой не так как я добавляем туда чуть-чуть белил шеп туда чуть-чуть это зелененькая обязательно зелененькую обязательно я вижу что ее здесь явно не хватает вот и зелененькой чуть-чуть потеплее сделать папа карло это дима пишет спрашивает или так смотрите мы взяли черный колер добавили туда чуть-чуть синей краски и чуть-чуть зеленой вот и у нас получился вот такой цвет разбеленный с белилами разбеленный цвет если мы туда возьмем добавим сейчас еще чуть-чуть белил высветлим он получится примерно вот такой то есть нам нужен будет этот и другой оттенок у меня есть еще серенькая такая можно сюда подмешать вот то есть я намешиваю тот и другой цвет сразу и сейчас этими цветами буду проходить вопрос повторите сколько времени может сохнуть что именно сама масса либо либо краска смотрите если рассказываю попало до краски краску я чуть-чуть даю подсохнуть потому что если я сейчас буду с сухой кистью дальше высветлять то у меня будет насладно в общем не хорошо получится надо ее и дать чуть-чуть подсохнуть чуть-чуть ее подсушить я наверное сейчас чуть чуть все поближе камера на окрашивание давай вот вторая часть то есть и первый слой на нашу такое какой-то сероватые оттенки мы берем двери здесь синий подожди 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 я сейчас тебе ее отправлю я не могу остановиться ведь я прохожу по верхушкам видно нет видно не видно вот я прохожу по верхушкам и у меня сразу начинают светиться то что у меня снизу а то что у меня с вот эти все тенюшки начинают светиться вот теперь я взяла серую и туда добавила чуть-чуть зеленоватое и чуть-чуть белил то есть мы меняем оттенки можно сделать одну такую более красненькую а так я захочу я так и хочу да я просто кисточку пытаюсь найти которая мне подойдет я так и хочу одна красненькая вторая более серенькая то есть самая самая дешевая щетинка видите большая кисточка ты их не мыл наверное да признавайся ты их не мыл когда все выясняется на юля теперь вот в эфире будет красить алина эфир этот у вас сохранится вы репостите эти эфиры за на стену если этот фирм вы можете себе на стену сохранить и оставить его у себя на стене и можете его пересматривать записи этого эфира удаляться не будет вот видите у нас получается уже такой сероватый налет покажите чуть-чуть поближе на камеру вот так видите по мере того как я высветляю теперь я эту часть пока откладываю в сторону перехожу к обратно то здесь я брала темно-темно-коричневый цвет теперь мы можем взять здесь еще чуть-чуть светлее можно взять какую-то еще светлее коричневатый можно взять уже какие-то охристые оттенки вытираю кисть вот сейчас у меня коричневый чуть-чуть посветлее видите начинаю наносить местами не везде то есть я какими-то кусочками это делаю здесь это меня будет переходить вот из серого цвета высветляйте аккуратненько потихонечку потихонечку не сразу не берите белый краски вытираем светлые а слегка чуть-чуть потихонечку добавляя цвет но если вы сильно высветлили где-то мы всегда можем пролессировать и этот белый приглушить проходим так смотрите здесь у нас был сероватый фон подложка здесь у меня была коричневатая подложка и вот если вы делаете сероватую подложку и потом сверху начинайте теплый наносить смотреться это будет намного эффектней потому что у нас но не знаете кто цветоведением занимаются девочки знаю да потому что у нас получается холодной тени и теплый свет поэтому вот этот вариант он будет смотреться посимпатичнее еще будет симпатично смотреться вот тот вариант который красил дима серенький мы сейчас до него дойдем сделали какой-то кусочек тепленький вот теперь можно опять вернуться к серой красочки такой разбеленной вот но вообще лучше чем больше слоев и разных оттенков у вас будет тем эффектнее будет смотреться работа то есть опять я беру вот такой холодненький прям разбеленный какой-то серо-голубой вот нужно вот так сделать вот опять берем сухую кисть хорошо хорошо вытираем ее а палитру вот и начинаем еще одним слоем наносить то есть мы высветляем до тех пор пока нам нас не устроит и смотрите получается что вот первые пластинки которые дима накладывал они у нас там внизу те которые у нас сверху они у нас повыше они у нас высветляются и у нас кора получается прям естественная потому что вверх у нас такой светлый выгоревшие на солнышке где-то вот старайтесь не заходить туда в углубление нам нужно высветить только верхушки да она уже начинает становиться такая более натуральная видите где-то такие теплые оттеночки где-то мы такие серенькие наносим серо-голубые и все это сливается вот где-то зеленоватые оттенки нужно сделать так и смотрите где-то я влезла чуть-чуть в желтенький цвет и его нанесла местами видите точечно где-то я влезла чуть-чуть в охру тоже ее нанесла точечно то есть у меня получаются такие переливы у нас когда мы смотрим на натуральную кору можно ими пыталась в кадре показать натуральную кору мы когда смотрим вот из леса она у нас видите где-то зелененькая где-то она это другая кора это уже это настоящее вот это настоящее ай что да на дерево другое да то есть у нас перелив у нас мы когда смотрим в природе на какое-то растение у нас нет одинакового цвета. Она у нас не окрашена. Видите? Где-то какие-то прожилки есть. И в своих работах, которые мы делаем, мы тоже должны сделать имитацию того, что это же у нас дерево. Галина пишет, теперь точно знаем, что подсыхающая масса даром не пропадет. И я думаю, что этого будет вполне достаточно. То есть я наношу, потихоньку-потихоньку высветляю. Где-то подвысветлили. Можете влезть в какую-нибудь цветную краску. Допустим, в охру я влезла. И на высветленную часть видите? Чуть-чуть добавила цвета. В глубинке тоже надо подзабить, потому что она сильно-сильно. Сейчас забьем. Сейчас все сделаем. Я уже туда влезла, сюда влезла. Уже кара. Уже кара. То есть чуть-чуть один оттенок, другой оттенок. Сухой кистью наносим. Только кисть, смотрите, вытираем сначала бумагу и потом только начинаем ей что-то прокрашивать. Чтобы у вас именно в ворсинках остается краска и тонким-тонким слоем она накладывается. И периодически даем просушить. То есть вот наложили несколько слоев. Вот сейчас в идеале дать ей там постоять минут пять. Потом еще светлом чуть-чуть пройти. И тогда будет более эффектно работой смотреться. И посмотрите, какие там получаются прожилки. Насколько это эффектно смотрится. Так, покрываем мы все это дело сверху лаком. Можно матовым. Но если покроете глянцевым, будет блестеть. Это та работа, которая, знаете, не требует какой-то супераккуратности. Здесь не нужна. Здесь мы делаем сами разрывы массы. подрываем. Наоборот, ее раскрываем. Для того, чтобы нам сделать такую не особо-то аккуратность. Дерево само по себе в природе, когда вы смотрите на корову, оно такое все разрывистое, порванное, разорванное. Здесь не надо стремиться идеальной гладкости.